Здравствуйте! В эфире новости в студии Тамерис Распаева. Абсурдоперевод Светланы Слесарской. И сегодня в выпуске. В Кустанай стартовал фестиваль «Студенческая весна». В духе патриотизма кустанайские школьники исполнили известный хит «Мен Казакпан» вместе с его автором. Президент Касым Жмартукаев принял участие в церемонии закрытия казахско-сингапурского бизнес-форума. В своем выступлении глава государства отметил, что Казахстан представляет собой страну с экономическими реформами в стиле Сингапура, с огромными неиспользованными возможностями и динамично развивающейся экономикой. Касым Жмартукаев подчеркнул, что Казахстан и Сингапур, несмотря на географическую отдаленность, всегда были и остаются близкими партнерами как в политическом, так и в экономическом плане. Вместе с тем, глава государства обозначил ряд перспективных направлений сотрудничества. А также президент считает амбициозным проектом строительства совершенно нового интегрированного мегаполиса в Казахстане. Президент сообщил о готовности Казахстана обеспечить поставки в Сингапур критически важного сырья и природных ресурсов, отмечая растущий интерес к огромному потенциалу нашей страны в области возобновляемой энергии. Глава государства призвал сингапурские компании к расширению партнерства в производстве экологически чистой энергии и передаче технологий и опыта. По словам главы государства, на протяжении долгого времени географическая отдаленность и недостаточные связи сдерживали экономическое взаимодействие. Сегодня благодаря глобализации и развитию инфраструктуры страны взаимосвязаны между собой как никогда. Касымжу Мартухаев привел в пример синергетическое партнерство между казахстанской компанией КТЖ и сингапурской компанией PSA International, нацеленное на расширение потенциала транскаспийского международного транспортного маршрута. Касымжу Мартухаев также обратил внимание на важность сотрудничества в области сельского хозяйства. Сингапурским компаниям предложено создать совместные агроинновационные центры, а также работать в сферах развития высокоточного земледелия и более эффективного использования водных ресурсов. Президент полагает, что большие возможности для взаимодействия имеются в биотехнологической отрасли и медицине. Еще одним перспективным направлением, способствующим повышению производительности и экономическому росту, выступление был назван цифровой сектор. По словам Касымжу Мартухаева, Казахстан, следуя примеру Сингапура, стремится стать ведущим технологическим IT-хабом на Евразийском континенте. Глава государства принял генерального директора Тимасек Холдинг Дельхана Пилея. В ходе беседы Касымжу Мартухаева с Дельханом Пилеем были обсуждены возможности налаживания стратегического партнерства между фондом Самрук Казана и компанией Тимасек. Как отметил президент, это начинание будет способствовать расширению деловых связей и стимулированию экономического роста. По его словам, казахстанская сторона заинтересована в тесном партнерстве. Глава государства пригласил сингапурскую компанию к участию в реализации совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Казахстана. Касымжу Мартухаев встретился с председателем правления Савика Групп. Собеседники обсудили перспективы присутствия Савика Групп в различных секторах казахстанской экономики в качестве потенциального инвестора. Глава государства подчеркнул, что намерение Савика Групп приобрести авиакомпанию «Казакэйр» свидетельствует об амбициозных планах вьетнамского конгломерата по развитию гражданской авиации в нашем регионе. Касымжу Мартухаеву также был представлен вариант трехстороннего партнерства с участием вьетнамских и сингапурских инвесторов, направленных на продвижение совместных проектов в различных отраслях. Председатель Сената Маулен Ашимбаев предложил рассмотреть возможность не выселять одиноких людей из единственного жилья из-за кредитных долгов. У нас очень много депутатов поднимают эти вопросы. Если, допустим, отопительный сезон завершен, можно выселить из единственного жилья одиноких людей. Этот вопрос нужно как-то более концептуально посмотреть. Есть разные социальные жизненные ситуации, поэтому если есть решение о невыселении, тогда, может быть, банки могут быть против. Это может привести к разным ситуациям, сказал Маулен Ашимбаев на заседании Сената. По его мнению, этот вопрос нужно рассмотреть дополнительно. Мошенники становятся более изобретательными. Они придумали новую схему обмана. Теперь они звонят гражданам и представляются специалистами поликлиник. О том, как не попасться на хитрые уловки, сегодня рассказали стражи порядка. Мошенники не упускают любую возможность обмануть простых горожан, придумывая самые необычные уловки. С каждым разом фантазия аферистов выдает изощренные способы обмана. Преступник по телефону предлагает выбрать ближайшую поликлинику из списка реальных медучреждений, чтобы записать на прием. Для подтверждения записи необходимо сообщить код из СМС. На сегодняшний день в департаменте полиции зарегистрировано 500 уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством, из которых основными видами являются телефоны мошенничества. На сегодняшний день появился новый вид мошенничества. Это когда злоумышленники представляются сотрудниками поликлиники и предлагают встать в очередь в поликлинике и предлагают подтвердить код, поступивший на телефон. После этого, если человек продиктует код, злоумышленники заходят в приложение ЕГОВ и подают заявку на оформление кредита и оформляют кредит. В последнее время мошенники усовершенствовали аферу. Теперь с помощью кода из СМС можно получить конфиденциальные данные. Впоследствии на потенциального пострадавшего могут взять кредит или микрозайм. В основном жертвами злоумышленников являются пожилые люди. Злоумышленники звонят, представляются сотрудниками банков, сотрудниками полиции, сотрудниками прокуратуры, комитета нацбезопасности. Входят в доверие и обманывают жителей. Это в основном пожилые люди. Для того, чтобы не пострадать от мошенников, полицейские рекомендуют соблюдать простые правила. Не говорить и не сообщать цифры и личные годы. Необходимо знать, что официальные органы не звонят и не предлагают свои услуги. Айнура Муканова, Олег Сытник, Телеканал, Костанай. О самолетах, поездах и авто. Работники транспортной отрасли рассказали будущим студентам о преимуществах своих профессий. В ряду машинистов, летчиков, диспетчеров и проводников есть проблема с нехваткой кадров. Такая встреча нацелена привлечь будущих абитуриентов. Ведь сегодня важно, чтобы специальность была не просто модной, а востребованной. Подробнее в сюжете моих коллег. Специалисты разъясняют будущим абитуриентам реалии дорожной отрасли. Описывают преимущества и перспективы работы в этой сфере. Информируют о профессиях и учебных заведениях. Ермек Турижанов – авиадиспетчер. Порядка 10 лет мужчина управляет самолетами с земли. За пультом он не отвлекается ни на минуту, ведь от его профессионализма зависит благополучное приземление самолета. Профессия авиадиспетчера очень интересна тем, что мы постоянно взаимодействуем с различными пилотами, которые прилетают на Вкусына, международными перелетами. У нас имеются рейсы из Египта, с Москвы, по Казахстану прилетают. Также у нас есть чартные рейсы, которые летят из Европы, из Китая. Там имеется различный пилот. Помимо этого мы взаимодействуем с наземными службами, решаем различные оперативные вопросы. С самого начала, когда я начинал свою карьеру, более 10 лет назад, мой инструктор говорил, когда ты смотришь на монитор, ты видишь не только отметку. В этой отметке сидят люди. Они заплатили за свой билет и летят из одной точки в другую. И как ты выполнишь свою работу, как четко и правильно ты поставишь, зависит жизнь людей. Диспетчеры, кондукторы, контролеры, машинисты, проводники, летчики, стюардессы, технический персонал. Вот лишь неполный список профессий, о которых сегодня рассказывают на встрече со школьниками. В этой отрасли тоже существуют проблемы с кадрами. Поэтому грамотный специалист легко найдет работу. Такие сотрудники на вес золота. Требуются квалифицированные специалисты и в общем специалисты по всем направлениям, особенно по ЖД. У нас не хватает около 3000 человек, специалистов. И в сфере транспорта. То есть это строительство автомобильных дорог, строительство аэродромов, именно дорожного палатна, строительство железнодорожных путей. Также получается в сфере морского транспорта у нас нехватка специалистов взаимодействия с другими странами, когда они проводят какую-то работу по координации судов. Несмотря на то, что цифровизация активно набирает обороты, сегодня купить билет и получить посадочный талон можно прямо в смартфоне. Такие профессии проводник и контролер всегда останутся актуальными. Ведь именно они обеспечивают комфортное, а главное – безопасное путешествие. Айнура Муканова, Диар Ахмечен, телеканал Кустанай. Осторожно, пешеход. Школьники Кустаная сегодня доказали, что знают правила дорожного движения. Более 300 ребят приняли участие в фестивале знатоков ПДД. К своеобразному соревнованию они готовились целый год, чтобы лето прошло под гидом «Безопасно». Наши корреспонденты расскажут подробнее. Ученики с 1 по 11 классы города Кустанай демонстрируют знания правил дорожного движения. Сегодня у них настоящие соревнования в рамках фестиваля знатоков ПДД. Правила дорожного движения я изучал еще в начальной школе, а углубленно начал изучать в течение последних нескольких месяцев. Я думаю, что это все поможет мне для принятия более правильных решений на участковой дороге. Задания были в целом несложные. Все те, с которыми я раньше сталкивался, поэтому написал, я думаю, правильно все. Для меня вопросы показались несложными, потому что наша руководительница нас подготавливала заранее, мы решали тесты в школе, и поэтому показалось несложным. Всего нам давалось 15 минут времени, но многие закончили раньше, я в том числе. Сомнений в ответах не было. У каждого ребенка есть свой наставник. Изучают правила они круглый год. Самое время проверить уровень подготовки, ведь ребята полноценные участники дорожного движения. Они пешеходы. Готовились заранее за две недели, изучали вопросы, обязанности пешехода и дорожные знаки, решали тесты. В течение года у нас идет школьная программа ПДД, изучается все на классных часах, на линейках. В фестивале участвует порядка 300 школьников со всего Кустаная. Через неделю наступит лето, время, когда случаев детского травматизма становится больше. Велосипеды, скутеры, самокаты. Управляя этими средствами, знание правил дорожного движения необходимо. С начала года на территории области зарегистрировано 19 ДТП с участием несовершеннолетних, в которых пострадал уже столько же человек. Сегодня мы имеем снижение на данный момент, в сравнении с прошлым годом, практически на 40% снижение ДТП. Да, конечно же, в летний период становится движение интенсивное. На дороге появляются такие участники, как велосипедисты, управляющие мопедами, скутерами, электросамокатами и так далее. Поэтому мы в преддверии летних каникул, длительных летних каникул, хотим провести такую обширенную работу, еще раз закрепить у детей правила безопасного поведения на дорогах и улицах. Республиканская акция «Внимание, дети!» продлится до 31 мая. Сотрудники правоохранительных органов планируют провести разъяснительную работу не только с учениками, но и с их родителями. Анель Пимичева, Родион Бабич, телеканал «Костанай». Развлекательный квест, спортивные соревнования и интеллектуальная игра. В Костанай стартовал ежегодный фестиваль «Студенческая весна». Талантами, эрудицией и идеями блеснули студенты высших учебных заведений со всего региона. Подробнее о том, как проходило мероприятие, расскажет Гульзада Айшуакова. На площади перед дворцом молодежи собрались студенты со всех высших учебных заведений Костанайской области. Дарья Станогина учится на втором курсе Костанайского регионального университета. Это студенческая весна, для нее вторая по счету. Участница фестиваля признается, из года в год программа становится насыщеннее и интереснее. Студенческая весна – это расплочение студентов всех вузов. Это суперздорово, потому что это сплочает нас в первую очередь и помогает нам идти дальше вместе. Неважно, где мы учимся, мы все одинаковые, мы люди и мы должны быть вместе. На фестиваль приехали ребята со всей области. Студенты из города Аркалык подготовились основательно и на открытии показали красочный номер. Айлара Амангали приехала за яркими эмоциями. Уверена, что и список друзей тоже пополнится. Мы прибыли из Костанайской области, город Аркалык, из Аркалыкского педагогического института имени Ибрая Алтанцалина. Нам очень нравится это мероприятие, оно приходит очень масштабно. Все мы очень коллективно, дружно собрались, чтобы выступить. Надеюсь, следующие команды тоже будут нас так же поддерживать, как и мы их тоже всех уважаем и любим. Спасибо. За звание лучших студенты борются по трем направлениям – спортивные соревнования, интеллектуальная игра и развлекательный квест. Как отмечают организаторы, такие встречи сближают и помогают найти новые таланты среди современной молодежи. В течение двух дней они будут состязаться в различных конкурсах, как в спортивных соревнованиях, так и интеллектуальных, участвовать в различных квестах. То есть большая программа для них подготовлена. Конечно же, в первую очередь целью данного фестиваля является объединить всех студентов, студенческие активы между собой, чтобы они могли между собой познакомиться. Это такая площадка для знакомств, для обмена опытом. И в дальнейшем могли что-то друг друга взять и реализовать у себя в стенах университета. Фестиваль «Студенческая весна» будет проходить в течение двух дней. Завершится он большим галоконцертом для всех участников. Гульзадай Шуакова, Олег Сытник, телеканал Кустанай. Брлигымэс Жараскан-Ель. Необычное мероприятие прошло в школе гимназии номер 24. Посвятить его решили теме патриотизма. А главным гостем стал автор известного хита «Менказакпан» Жараскан-Тулебай. Как это было, расскажут мои коллеги. Проведение данного мероприятия для ребят школы гимназии номер 24 стало настоящим праздником. Участие в нем приняли педагоги, родители, представители творческой интеллигенции. Основная цель – укрепить у детей чувство патриотизма, воспитать их в духе национальных традиций. Наши дети сегодня принимают активное участие в данном мероприятии. Учащиеся с первого по четвертой классы уже около двух недель, трех недель с большим трепетом ждали данное мероприятие. Инициаторами данного мероприятия являются наши родители, которые пришли со своим предложением провести данное мероприятие. Сегодня на наш праздник мы пригласили множество гостей, которые поддерживают наше национальное традиционное воспитание. Мероприятие объединяет три стороны – школу, родители и детей. Это очень важно. Здесь присутствуют представители образования, культуры. Темы, что поднимают, призваны воспитывать детей правильно, прививая морально-нравственные качества. Кульминационным моментом мероприятия стало выступление Жарасхана Тулебай, автора знаменитой песни «Мен Казахпен». Школьники с первых нот узнали композицию, ставшую народным хитом и с удовольствием подпевали музыканту. Каусар Хасенова учится в третьем классе. Сегодня она тоже одна из участниц концерта. Очень долго готовилась. Услышать любую песню вживую – ее давняя мечта. «Мен Казахпен. Я очень прониклась в песне «Мен Казахпен». Мы пели ее всей школы. Я слушаю эту песню с детства. Она призывает любить свою родину, свои традиции. По моему мнению, сегодня получился настоящий праздник, который поднимает дух». Такой праздник надолго сохранится в памяти школьников, а еще укрепит любовь к патриотической песне. Не исключено, что когда-то ребята и сами станут авторами хита о родном крае. В сражении о лучших в физкультурно-оздоровительном комплексе «Житикара-Ариена» состоялось открытие 15-го областного турнира по вольной и женской борьбе. Он посвящен памяти основателя вольной борьбы в Житикаринском районе Балабанова Николая Васильевича. Данное спортивное состязание уже долгие годы является доброй традицией. На сей раз оно объединило 360 спортсменов весовой категории от 23 килограмм до 95. Маргарита Иванова расскажет подробнее. Николай Балабанов на спортивном поприще фигура видная. Он является основоположником вольной борьбы в Житикаринском районе. Этому виду спорта мастер посвятил 45 лет своей жизни, воспитав целую плеяду учеников, которые не раз демонстрировали свою состоятельность на соревнованиях самого высокого уровня. Сегодняшнее мероприятие – это дань уважения памяти человека, внесшего неизмеримый вклад в развитие спорта. Занятие спортом во все времена способствует воспитанию сильной и здоровой молодежи, укреплению дружеских отношений между спортсменами районов и городов нашей страны и ближнего зарубежья. Сегодняшнее состязание – еще одна века в развитии вольной борьбы. Отрадно, что проведение этого турнира в Житикаринском районе уже стало доброй традицией. Вольная борьба в нашем районе является одним из опорных видов спорта. Житикаринская школа вольной борьбы славится своими традициями. Здесь подготовлено приятно мастеров спорта, и сегодня ею занимается более 200 ребят. Для Житикаринского района соревнования такого масштаба – дело ответственное и почетное. В турнире принимают участие не только спортсмены из городов и районов Кустанайской области, но и со всего Казахстана, а также стран ближнего зарубежья. Среди гостей – Российская Федерация и Республика Кыргызстан. Этот турнир уже вышел за рамки городского или районного, он уже считается международным. Сегодня у нас очень много гостей из близлежащих республик. Хочу поблагодарить участников и организаторов турнира, особенности учеников Николая Васильевича, которые продолжают его дело. И вольная борьба процветает в Батогоринском районе. Для нашего района и в целом для Республики Казахстан наши спортсмены очень сильные и имеют свою подготовку. Хочу поблагодарить и пожелать успехов, достойных и красивых побед. Уверенный взгляд, железная хватка и воля к победе. Так можно описать ребят, что пришли сегодня сразиться за первенством. Для каждого из присутствующих борьба – это больше, чем любимый вид спорта. Это образ жизни. Борьба дает очень много. В этом году мы наградили 8 кандидатов в мастера спорта. Это уже наши ученики. В их количестве внук Николая Васильевича, Балабанова Илья. Он подтвердил категорию. Сегодня соревнования хорошие. 85 лет Балабанова. Вот его внук стоит. Сегодня мы выступаем в качестве судей, боковые судья. Занимаемся... Вольной борьбой? 10 лет ты занимаешься? Да. Занимаюсь 10 лет, я занимаюсь 9 лет волной борьбой. Получили, что мы сегодня нам будут вручать. Мероприятие получилось масштабным и интересным. Каждый из участников смог не только продемонстрировать то, чему научился за долгие часы тренировок, но и вынести для себя бесценный опыт для будущих совершений. Маргарита Иванова, Адиар Ахмедчин, телеканал «Костанай». На этом у меня все. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин